Люди, всем привет из Сочи. Сегодня утро 26 сентября 2019 год. В Сочи примерно плюс 19, плюс 20. Идет небольшой такой дождик. Можно сказать, что даже не идет. Прогноз на сегодняшний матч. Виталий Торино Милан, Толенская, Премьер Лиги. Ну, буду краток. Виталий Торино не проиграет. Скорее всего, будет ничья. Тотал будет меньше. Я бы здесь заиграл такую ставку. Двойной шанс на Торино. И тотал 4 с половиной меньше или 3 с половиной меньше. Не вижу здесь победы ни Торино, ни Милана. Из последних шести матчей между этими командами, именно на поле Торино, пять закончилось в ничью. Напомню, что это дерби, что обе команды базируются в городе Турин. Север-Италии, промышленный центр, столица моды и так далее. Значит, в последних матчах между этими командами нет преимущества ни одной из команд. То есть они играют все в лучшем. 0-0, 1-1, 2-2. Вот только в последней игре, по-моему, Милан выиграл. В конце 90-х, в начале нулевых, Милан доминировал. Ну, тогда играли, что там Шевченко. Там была сильная команда. Вот. Сейчас как бы все выровнялось. По форме между двумя этими командами практически равенство. В последних пяти играх по две победы держал Торино и Милан. Они соседи по турнировой таблице. Вот. Я думаю, что ничья здесь устроят обе команды. Ну, как говорится, делать эту ставку, которая соответствует степени вашей жадности. Вот. Я бы, я, я люблю осторожные такие коэффициенты. 1-40, 1-50. Такие вот двойные шансы. Вот какие-то тоталы. Вот. Вчера что я брал? Вчера я брал кубок РАСИ у меня зашел все, кроме Краснодара. Краснодар не прошел. Краснодар такая тоже команда непонятная. Ну, как непонятная? Кубок ей не нужен. Потому что она играет. В Лиге Европы, в Российской премьер-лиге. На трифронт она уже не тянет. Вот. Интересно наблюдать. За людьми, вот, когда не работаешь, уже я несколько лет не работаю, да, нахожу на работу. Ну, я могу даже сказать, что лет десять, наверное, нахожу на работу. Как интересно утром встать, посмотреть на людей, которые на остановке стоят, там тоже от себя куда-то едут. Не так же заедущим, просто заедущим. Вот такая тут у нас красота. Так, что у меня вчера еще зашло? Реал Мадрид у меня зашел с фуры полтора. Но это была не моя идея. Интер чистая победа у меня зашла. Угловые у меня не зашли. Это Олег Соловьев советовал. И взял систему Олега Соловьев. Он экспресс предлагал. Я взял 4 из 6. Знаете, сколько зашло? 3 из 6. Там не хватило одного углового. Вот, поэтому... Вчера еще у меня такие ставки зашли. Ливерпуль играл на кубок английской лиги. С какой-то... Командой даже не из чемпионшипа, а из какой-то третьей лиги. Вот, я взял на 15-й минуте. Был у Ливерпуля в первом тайме. За 1,75. Он забил на 39-й по-моему, минуте. Балтика Локомотив. На 5-й минуте взял гол Локомотива в первом тайме. За 1,85. Забили они, по-моему, в середине. Потом Кубок Австрии я брал в первом тайме. По-моему, играл Рапид Зальцбург или Аустрия Зальцбург. Я брал в первом тайме, обе забьют. Они во втором тайме обе забили. 1-1 так и закончили. Так, какие еще ставки у меня были. А Кубок Португалии я брал. Бенфика. Витория, по-моему. Двойной шанс на Виторию. 0-0 так и закончили. И играл еще Кубок, по-моему, Суперлига Швейцарии. Сьен Гален и Тун Янг Бойс. В обоих матчах счет был 0-0 на 30-й минуте. Вот на 30-й минуте я и взял, что в обоих встречах будет пробит тотал полтора. Соответственно, во втором тайме, прямо в начале Сьен Гален, по-моему, они обменялись. 1-1, потом 2-1 закончили. Во второй паре пришлось ждать подольше. Там сначала один гол забили на 60 какой-то минуте. И потом в конце забили. То есть, ну вот, такая тактика, не я ее придумал. Тактика на тоталы, на голы. То есть, если в первом тайме должен быть гол, на 15-й минуте там берем. Как правило, проходит. То есть, есть такой капер. Сейчас вот море покажу вам. Мне вот хорошо видно, но камера не очень. Вот там море. Значит, он предлагает такую тактику. Так, оказывается, магнит работает. Сегодня с 13. Ну, слушайте, ну это раз жизни. Я встал в 8 утра, пошел в магазин. И в магазине работает. Ну, я не знаю, то ли везучий я человек. Офигеть. Ладно, придется идти в другой магнит. Значит, такая тактика. Он предлагает. Зовут его Саша. Это единственный Александр, который я смотрю. Очень прикольный мужик. И этот, не помню, как называется. Привет. Магазин закрыт. Закрыт? До часу, да. По каким-то причинам непонятным. Спасибо. Скажите, а ближайший магнит вот к остановке? А пятерочка тут далеко, да? Да. Спасибо. Ну, так вот, живу в этом районе. Уже пятый год с перерывами. Тут магазины то открываются, то закрываются. Ребят, ну, что я могу вам сказать? Кто меня смотрит, прогуливается со мной, я показываю вам Сочи. Видите, люди в куртках, да? Ну, сейчас как бы в Сочи зима, да? То есть это вот. Типа зимняя погода. А я в шортах, я в шортах, я в майке. Я кайфую, я просто кайфую, я счастливый человек. Я 29 лет ждал в Норильске, когда же я уеду из Норильска. Потом я 10 лет мучился в Липецк и думал, когда же я уеду из Липецка. И вот я уже 8 лет мучаюсь в Сочи. И я, знаете, никуда не хочу. Я сезал в Белоруссию, я сезал на Филиппины, я сезал в Москву. Понимаете, везде хорошо, по-своему. Но Сочи самый лучший город, скажем так, ну, во всех смыслах. Меня тут все устраивает. Меня устраивает и все. Климат, погода. Вот здесь полно работы. Но я не работаю, потому что меня не берут на работу, меня не хотят брать на работу. Я вчера устраивался опять тренером, опять прошел собеседование. Хорошо, что попался мужик, он как-то более-менее внимательно отнесся. Говорит, пока не нужно, но я поговорю, может быть, мы тебя возьмем там как-то. Вот там, где мужики, там как-то какой-то шанс есть. Там, где вот сидят бабы, я вот извиняюсь, бабы русские такие, которые в спорте ни хрена не понимают. И они вот, они на работу не берут. Они ищут повод тебе, чтобы отказать. Вот такая вот психология у русских женщин, да, схема зашла. Она ищет в тебе недостатки. Она даже, когда рассматривает тебя в качестве потенциального жениха, она в тебе копается, ковыряется. Она ищет недостоинства, она ищет именно недостатки. Или у тебя машины нет, или у тебя квартиры нет. Если у тебя есть то и другое, значит, у тебя не такая машина, или там не такая квартира. Вот у меня, например, несколько квартир, да. Что не устраивало в моих квартирах вот этих вот баб? Статус квартир. У тебя общежитие. Я говорю, нет, у меня по документам квартир нет. Она у тебя маленькая. Я говорю, ну у тебя-то вообще нету. У тебя-то вообще нет квартир. У тебя нет ни квартиры, ни машины. У тебя ничего нету. Ты одна, ты в трусах пришла ко мне. Тебе ничего не нравится, понимаете? И таких большинство. И так они принимают на работу. Ну я пришел вчера в зал «Сильные люди». Там уже этой дуры не было, которая... Два года назад она меня просто отфутболила. Жирная свинья, я просто другие слов не назову. Она жирная такая баба, которая в 26 лет, она меня принимала типа на работу. Я показал все свои регалии, все свои там дипломы, медали там. Ну у меня всего одна медаль, два диплома, победы там. Она говорит, а сколько вам лет? Я сказал, сколько мне лет? Она в этом месте говорит, ой, нет, вы очень старые, мы не можем взять. То есть она даже трудовое законодательство не знает. Не знает она трудовое законодательство. И в суд подать невозможно, потому что комиссия по трудовым спорам, она в Сочи, она в Силе не закрыта, никого нету. И телефон не отвечает, короче, ну вот в Сочи так они работают. Им зарплата идет, они где-то в это время на море на шашлаках балдеют. Вот, значит, немножко увлеклись. Ну вот такая вот тактика. Вчера что у меня не зашло? Я брал кубок Дании, играл Брондбю на выезде с каким-то Сильви, или с каким-то Си, Сиви там. Какая-то левая команда, и на чужом поле Брондбю играл. И вот я взял на 30-й минуте, что Брондбю забьет, вот черт меня дернул, наверное, в первом тайме. За 1.50. Но они не забили. Значит, дальнейшие действия какие? Забьют во втором тайме, но надо ставить уже не 50 рублей, а 100. Но я пожадничал, коэффициент был 1.33, я взял, что они победят Брондбю. И они действительно сразу забили, а мой сосед взял, просто они забьют. Они забили за 1.33, а потом эти тоже забили. И в итоге ничья 1-1, и у меня победа не зашла. Поэтому, если вы ставите на голы в первом тайме, то будьте готовы к тому, что если в первом тайме у вас не заходит, вы во втором тайме двукратно увеличиваете свою ставку. То есть не 50 рублей, а 100, например, чтобы отыграться. И вообще, правильная тактика выглядит следующим образом. Берете гол до 30 минуты, и если не заходит, потом берете после 70 минуты. Это тактика вот этого Саши. Тоже не он ее придумал. И там, ну просто надо после 70-го два раза увеличивать. Я немножко усовершенствовал эту тактику. Почему? Потому что возникает вопрос. А что, если будет гол до 70-й минуты, в 45-х по 70-м, во втором тайме, что делать тогда? Когда у тебя гол в нем тебя прошел, вот что получается. Поэтому я эту тактику немножко усовершенствовал. Я просто беру гол в первом тайме на ту команду, которая должна забить, как вчера, Локомотив, Ливерпуль, да? И если они не забивают, то беру гол во втором тайме увеличиваю. Вот, если, например, 0-0, там в каком-то я пришел, начинаю смотреть линейку, да? Смотрю где-то вот 0-0 после 65-й минуты я беру. Они советы после 70-го, но я заметил, что 65-е и начинается. Вот вчера Наполи Кольяри, Кольяри забил там в конце, и все там испанцы какие-то забили в конце. Вот такие вот ставочки, они как бы заходят. Вот, ну и по поводу вот Ливерпуля, у меня еще вчера зашла ставка, что их соперник не забьет. Почему я сделал так вот? Потому что позавчера вот на Кубок Англии играли. Лестер выиграл 4-0, там Арсенал, по-моему, 4-0. То есть практически все вот эти гранды английские, они выиграли в сухую. Ну, я подумал, почему Ливерпуль должен пропускать от этого Мухосранска? И взял, значит, сухая победа Ливерпуля. В общем-то, 2-0 они, по-моему, так и выиграли. Вот такие вот, ребят, соображения. Поэтому надо брать голы. Можно брать вообще не гол Ливерпуля, а гол просто в первом тайне. Бывает так, что и те забивают. Ну, просто знаю уровень Ливерпуля, ну, понятно, да. И так, ну ладно, много вам наговорил. Значит, сегодня еще играет у нас Севилья на выезде. Я посмотрел, что Севилья должна побеждать. Ну, просто возьмите, Севилья больше одного, наверное. Или там Севилья двойной шанс. Или Севилья забьет и не проиграет. Вот кому что нравится. И во втором матче играет... А Севилья играет, по-моему, с Эйбаром на выезде. И во втором матче играет, по-моему, Реал со Сегата Лавес. Там, в этом матче у нас, по-моему, идет двойной шанс на Реал со Сегата. Но, честно говоря, не люблю Испанскую Лигу. Это так, просто что-то в память мне зашло. Да, вот Севилья конкретно рассмотрел. А Испанскую Лигу я не люблю. Она плохо заходит. Хорошо заходит Немецкая Лига. Поэтому хотите ставьте, хотите нет. Кто у вас что гораст, кому что нравится. Ставьте, коэффициенты. Можете поставить кучу голов на ваше усмотрение. Но я предпочитаю двойные шансы. Двойные шансы, форы, минусовые форы, плюсовые форы. Ну, в основном, плюсовые форы. Ладно, пошел в магазин. Всем удачи, подписка, лайк и пока.